Добрый вечер, уважаемые слушатели! Добрый вечер! В эфире Финал ФМ Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы обсуждаем институционные возможности на мировых финансовых рынках. Звучит пафосно, звучит глобально. Звучит интригующе. Звучит интригующе, да. Самое главное, естественно, прежде всего, заинтриговать слушателей. Хотя наш слушатель народ проверенный, я хочу сказать, и он, конечно, прекрасно сам знает, чего ждать от сухого остатка. Так вот, мы, тем не менее, сегодня интригуем, мы говорим о институционных возможностях на мировых финансовых рынках. И у меня в гостях Игорь Домброван, руководитель САКСа Банк в России. Добрый вечер, Игорь. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, пока мы об этом напрямую говорить подождем, потому что надо приготовиться к сегодняшнему разговору. В частности, напомнить нашим слушателям, что у них всегда есть возможность присоединиться к нашей беседе. Для этого существует телефон студии 651099,6, код Москвы 495, еще раз, 651099,6. Также есть сайт компании finam.fm, на который вы можете задать свои вопросы. И с недавних пор мы ведем еще ретрансляцию, да, видеотрансляцию нашего радиоэфира на сайте finam.ru. И там тоже есть возможность задать вопросы и прокомментировать все наши сегодняшние разговоры, да, сегодняшнюю информацию. Вот. Ну и последнее, с чего также традиционно мы начинаем. Давайте мы посмотрим, что творится сейчас на мировых финансовых рынках в Москве 1805. Итак, в начале программы сухой остаток традиционная картина маслом, что мы видим сегодня в понедельник, в понедельник 10 декабря. Индексы, основные индикаторы российского индекса, индекс РТС, индекс ММВБ сегодня так вяло-вяло, но в плюсе. РТС прибавляет полпроцента, ММВБ чуть меньше 0,3 процента, ну, понятно по какой причине. Американцы присоединяются к нам примерно через полчаса, мы рекомментируем, как откроется рынок американский. А на 1805 мы наблюдаем сырьевые рынки, бренд восстанавливается после пятничного падения, 107 долларов за баррель сейчас стоит этот сорт. Нефти, золото, волатильно, как всегда, я бы сказал, и после payrolls в пятничных, когда оно рухнуло ниже 1700, сейчас оно уверенно себя чувствует 1716, текущая котировка на споте, а на фьючерсе и того 1723 доллара за унцию. Значит, индикаторы валютного рынка евро-доллар выше 1,29, 1,2933 текущая котировка, то есть поддержка, это устояло, будем так говорить. Ну и основной набор голубых фишек сегодня такой вяло-вяло, ну, за исключением АвтоВАЗа, теперь, я так понимаю, он наше все, потому что после предыдущего роста он продолжает это делать на известных событиях. Сегодня плюс 7% к тому, что было на прошлой неделе. Все остальные, еще раз повторю, особой динамики не показывают, рынок разнонаправлен, ну, разве что можно выделить Росгидро 2 из 0,7% плюса и все, наверное, а вот ГМК Норникель чуть больше процента сегодня прибавляет. Вот такая вот картина масла. В общем, все вяло-вяло, да, вяло-вяло, похоже, что основных идей, каких-то глобальных идей у нас нет, и вот мы начнем сейчас разговор с Игорем. В общем, давай, наверное, так построим, да, нашу сегодняшнюю беседу, мы будем от большого к малому, да. Ну, можно и так, есть такой подход. Есть такой подход, да, собственно, нам, как хотим, так и выберем, правильно? Вот, я предлагаю как раз поговорить о неких макроэкономических, о фундаментальных показателях, о фундаментальной ситуации на финансовых площадках, а потом уже будем точечными ударами развенчивать интригу. Ну, от большого к малому, наверное, у нас таких два самых больших комка нерешенных проблем на сегодняшний день. Это приближающий фискальный обрыв, приближающийся фискальный обрыв в Соединенных Штатах и европейский долговой кризис. Я думаю, что это два самых главных таких узла, которые притягивают к себе все внимание и которые направляют и решение политиков, и движение рынков. И там и там ситуация аховая и далека от разрешения. Что касается фискального обрыва, я думаю, что там будут играть в покер на самом высшем уровне с каменными лицами. Я тоже слышал, этот термин мне очень понравился, да, фискальный покер. Да, фискальный покер, где люди будут с каменными лицами ждать до последнего, для того, чтобы выжать из другой стороны по максимуму. Мы все в этой игре превращаемся в такую массовку, и нам, наверное, самое интересное будет попытаться угадать, кто же первый. Ну, а у нас больше не другого варианта-то нет, да? Ну, в общем, да, по сути вариантов и у нас нет, и у них нет, потому что договориться им так и придется. Вопрос в том, на каких условиях и на сколько этот процесс удастся растянуть. А что касается европейского кризиса, то здесь, я думаю, что до разрешения будет немного дальше. По крайней мере, есть такое мнение, что до выборов в Германии никаких радикальных действий. Ну, логика в этом тоже есть, да? Логика в этом есть, но, с другой стороны, я не думаю, что все будет настолько просто и прямо линейно. Да. Вот. Но, тем не менее, да, есть мнение, что до выборов в Германии, это, по-моему, осень следующего года, там никаких серьезных событий происходить не будет. То есть будут новые вливания, которые, каждая из которых менее эффективна, чем предыдущая, причем, наверное, скорее не по линейной, а по экспоненциальной шкале. Вот. Ну, линейно сейчас уже не поможешь европейскому кризису. Линейно не поможешь. И самое интересное, что старые классические модели, какие-то экономические модели, они, по сути, не работают в этих рынках, которые перенасыщены огромными массами... Ликвидности. Огромными массами ликвидности. По сути, собственно, в основе всех экономических моделей лежат такие простые концепции, как, ну, там, временная стоимость денег, как кривая доходности. Эти все вещи сейчас настолько искажены, что... Да, действительно, даже неприлично говорить, да, временной стоимости денег, учитывая, что кругом сплошные программы количественных смягчений. Я с тобой вставлю в согласии, Игорь. Ну, тогда давай вот поговорим о чем. Действительно, ситуация непростая, ну, с макроэкономической точки зрения, неоднозначная, да, неординарная, как угодно. А как же быть нам, бедным, ну, в кавычках давай так, бедным, в смысле, несчастным, в смысле, рынок заставляет нас сомневаться, да, искать какие-то новые решения. Как быть инвестором в этой ситуации? Рынок, рынок, по сути, заставляет разумного инвестора выжидать. Если посмотреть, ну, попытаться провести параллели, допустим, недавно мы проводили такое исследование, когда сравнивали кривые мировой индекс МСИ и исследование АФО, исследование реального положения дел в экономике. И мы видим, что на сегодняшний день дивергенция примерно такова, как перед самым, как это, сдуванием пузыря доткомов в начале 2000-х годов. Ситуация получается, ну, по сути, мы накануне... Очередного. Накануне очередного сдувания, взрыва, чего угодно. Как произойдет. Накануне очередного падения. Но, с другой стороны, поймать это падение в самом его начале, это задача не из простых. И, по сути, она может быть полезна только для вашего эго. Для вашего кошелька она может оказаться неполезной. Поэтому пытаться сейчас шортить, ну, это, наверное, очень рискованная стратегия. Входить сейчас в рынок тоже, наверное, не самое время. Поэтому мы считаем, что гораздо лучше сейчас выжидать удобную позицию, дожидаться момента, когда все-таки кризис разразится этой V-формой, когда все просядет, когда политики осознают необходимость принятия каких-то реальных мер, списание убытков и принятие убытков. И, соответственно, это будет означать новое возрождение, какой-то новый этап развития мировых рынков. Правильно я понимаю, что сейчас, если принять к сведению, да, сейчас ситуация неопределенности, и мы, как бы, традиционно в эти времена говорим воздержаться от активной торговли, то надо дождаться некого момента, когда будет, ну, если все определено, то как минимум будет более понятно, да, что происходит вокруг и, соответственно, что делать. Да, мы должны достичь настоящего, да, мы должны дождаться того момента, когда будут приниматься какие-то реальные действия по решению реальных корней проблем, того, что лежит в основе нынешнего кризиса. И только тогда можно будет входить, искать точку входа. Ну да, ну как минимум принять решение какое-то, более-менее убедительно. Да, как минимум принять решение. Игорь, у нас есть звонок, давай послушаем нашего коллегу. Кирилл, добрый вечер, вы в эфире говорите. Добрый вечер, хотелось бы задать вопрос Игорю Домровану. Не кажется ли вам, что во многом именно инвестиционное сообщество виновата в том, что рынок затягивается? Если мы посмотрим, как на, может быть, несколько не совсем показательные какие-то моменты, которые не напрямую связаны с реальным сектором экономики, то Казалэдекс Сунпи находился в этом году уже фактически в 70 пунктах от своих максимумов. Европа, в принципе, тоже неплохо торгуется. Евро-доллар нашел коридор. Рубль очень стабилен. Фундаментальные показатели на фоне Куя-3, который был объявлен еще в сентябре, фундаментальные показатели постепенно улучшаются. Более того, ФРС впервые за свою историю объявила о том, что будут объявлены клетить количественные ориентиры по фундаментальным показателям. С одной стороны, это инфляция, с другой стороны, это ритейл-продажа и, естественно, рынок труда. Не кажется ли вам, что во многом некоторая стагнация связана с тем, что на рынок банально не приходят новые деньги? И инвестиционное сообщество, я имею в виду массовый инвестор, он несколько испуган как раз-таки... Кирилл, Кирилл, я вынужден вас прервать. Мы сейчас идем на новости. Если у вас будет возможность, вы нам перезвоните. Продолжаем наш сегодняшний разговор, уважаемые слушатели. В эфире Финам-ФМ «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Напоминаю, сегодня мы обсуждаем инвестиционные возможности на мировых финансовых рынках. Действительно, надо говорить о том, что в нынешней макроэкономической ситуации эти инвестиционные возможности могут отличаться от привычных. Вот хотелось бы об этом сегодня больше всего поговорить, сделать на этом акцент. Тем более, что у меня в гостях сегодня Игорь Доброван, руководитель «Саксо-банк» в России. Кто, как не он-то знает ответы на все эти вопросы. Итак, у нас на связи вновь Кирилл. Он перезвонил, молодец. Давайте выслушаем его еще раз. Кирилл, в эфире продолжайте. Ну, буквально на секунду. Хочу закончить вопрос. Суммируя все сказанное, просто хотелось уточнить, мне кажется ли Игорю, что во многом именно профессионалы рынка, так сказать, люди из сектора, которые профессионально занимаются этим, они несколько нервируют ситуацию на рынках. Скажем, есть банальные примеры. Вот недавнее решение по предоставлению помощи Греции напрямую для выкупа собственного долга. Что, на мой взгляд, является очень грамотным решением, если до этого мы накачивали долговой рынок и пытались через рыночные механизмы добавить, ну, как-то уверенности Греции. Поддержать, да. И тут, когда Греция будет владеть собственным долгом, фактически мы убираем рыночную нервозность как очень серьезную компоненту. И во многом, если мы посмотрим после этого решения, что происходило со ставками по Италии и Испании, то здесь ставки на рынке только падали от этого. Возможно, рынок применяет подобную ситуацию для этих стран. И сам вопрос, да, не кажется ли вам, что, может быть, самому рынку стоит, самим профессионалам рынка, стоит несколько успокоить ситуацию, перестать мусорить эти проблемы и ситуация постепенно выправится, так как рекурсию еще никто не отменял. Спасибо. Спасибо вам, Кирилл. Спасибо огромное. Я бы добавил еще, профессионалы рынка ведут себя безответственно. Вот, может быть, как-то иначе посмотреть не идти? Ну, судя по всему, одним из таких профессионалов рынка является Кирилл. Кирилл, да, да, да. Он очень грамотно все изложил. Да, судя по его знанию и темы, похоже, он является одним из тех профессионалов рынка. Ну, я не знаю, вряд ли есть смысл указывать рынку, что ему делать. Ну, нет, конечно. В общем-то, рынок, он на то и рынок. А если говорить о том, чтобы Греция сама управляла своим долгом, может быть, и Греция и Ирана управляет своим долгом. Собственно, мы видим, что те страны, в которых наиболее ярко выражен долговой кризис, Греция, Португалия, Испания, это, наверное, самые молодые демократии в еврозоне. По сути, они образовались где-то в начале 70-х годов. И получается так, что с самого начала их образования они попали, ну, уже где-то к 2000 году, вот в эту волну образования Евросоюза. То есть, будучи молодыми демократиями, еще не оперившимися, они сразу попадают в гущу рыночных отношений. Они попадают в гущу рыночных отношений, они попадают под крыло высоких рейтингов Германии, они попадают в бурный океан дешевых кредитов и высоких рейтингов. У кого угодно голова закружится, правильно? У кого угодно голова закружится. Естественно, возникает соблазн тратить деньги налево и направо. Что, собственно, мы и видели. Раздувать госсектор. Допустим, только недавно был в Афинах, общался со своими коллегами, они рассказывали, что их знакомые, бюджетники, ходили на очередные акции протеста. И, как вы думаете, против чего они протестовали? Мне сложно даже предположить. Я вам скажу, что мы такого и не видали. Они голосовали против того, что у них отобрали 17-ю зарплату. Красиво жить не запретишь, я бы так сказал. Так что я думаю, что на самом-то деле такой отрезвляющий момент здесь необходим. Необходим, конечно. Поэтому, думаю, не стоит указывать профессиональным участникам рынка. Ну и потом, это безадресно. Все-таки я, несмотря на, действительно, знание материала, да, в вопросе Кирилла, он абсолютно все квалифицированно изложил. Но вот эта претензия участникам рынка, она безадресна. Ну как можно, да, руководить рынком, советовать некому рынку что-то делать? Потому что все это в любом случае, да, какими-то другими механизмами абсолютно управляется. Ну, в общем, да, деньги, они ведь... Администрировать сложно. Да. Деньги, они ведь ищут более высокую доходность. Вот и все. И они совершенно обезличены. И, соответственно, в условиях отсутствия каких-то искусственных преград, они будут перетекать в те места, где будут получать наибольшую доходность. Деньги, да, идут туда, где им нравится больше всего, где им спокойнее, где больше есть доходность. Кстати, помимо доходности, да, любое инвестиционное вложение, любая инвестиционная операция также содержит и риски. Вот в нынешних экономических условиях, Игорь, вот вопрос такой, да, как минимизировать риски инвесторские? Как минимизировать? Самый простой ответ прозвучал уже. Надо вне рынка просто сейчас пока сидеть вне рынка, все, и никаких проблем не будет. Ну, я думаю, что на самом-то деле это довольно рискованная позиция находиться вне рынка. Кстати, тоже вариант, да, сидя в кэше сейчас, учитывая... Сидя в кэше, вы рискуете еще больше, чем находясь в рынке. Я думаю, в данный момент есть смысл, пожалуй, какую-то часть, может быть, довольно большую часть своих активов переместить в золото. Потому что, несмотря на довольно высокие уровни, в условиях постоянного увеличения ликвидности, стоимость золота будет, соответственно, следовать выше и выше. Выше и выше. Да, потом, на самом-то деле, вполне может быть смысл вложиться в акции средних и малых предприятий, средних предприятий, но не крупных предприятий. Далее, наверное... То есть мы говорим о низколиквидных инструментах, о неких, да? Почему? Это могут быть ликвидные инструменты, это могут быть вполне ликвидные акции, но средних предприятий, поскольку в случае кризиса больше всех пострадают именно крупные предприятия. Средним и мелким предприятиям, особенно каким-то региональным предприятиям, им будет гораздо проще пережить надвигающийся кризис. И далее, наверное, есть смысл посмотреть на конкретные сектора экономики. Я бы, например, присмотрелся к сельскохозяйственному сектору, просто хотя бы из соотношения спроса и предложения. Я думаю, что на 2013 год здесь перспективы довольно хороши. То есть в данном случае он даже неким защитным активом сможет выступить, да? Да. Далее, наверное, есть смысл присмотреться, допустим, к производству алюминия. И тут просто такая цепочка, которую мы откатываем назад. 25% стоимости производства алюминия — это энергия. Мы видим, что сейчас цены на газ падают. Соответственно, цены на электричество тоже будут падать. Соответственно, себестоимость алюминиевого производства тоже упадет. И эти предприятия могут получить дополнительную прибыль в 2013 году. Ну вот такие, наверное, ориентиры. Основные ориентиры. Да, основные. Другими словами, мы пытались сейчас минимизировать риски путем диверсификации и использования остатков экономической модели, скажем так. Для того, чтобы использовать старые классические экономические модели в выборе инвестиционного инструмента. Выбор инвестиционного инструмента. Хорошо. Помимо этого, я хотел бы подчеркнуть все же, что мы не будем говорить сейчас, в какие временные периоды, в эпоху кризиса, либо наоборот, в какие-то более веселые времена. Все-таки мы смотрим на рынок в целом диверсифицирован. Но мы выбираем А, инструменты рынка фондового, Б, инструменты рынка сырьевого и С, инструменты рынка денежного. Да, можно войти в денежный рынок. Вот мне бы хотелось, да, что по поводу рынка форес, рынковалютного ты скажешь, да, на что сейчас лучше всего обратить внимание? Ну, я думаю, в данный момент было бы разумно играть против иены. Против иены. Против иены и против австралийского доллара. Аргументируй. Аргументируем. В Японии, рецессия в Японии, судя по последним показателям, увеличивается. Не дали, как сегодня, да, ВВП, пересмотрены опять сокращения у них. Да, да, да. И если мы говорим про австралийца, то это ведь чисто сырьевая валюта. Это страна, которая работает целиком на Китай. И в условиях мирового финансового кризиса мировой спрос будет уменьшаться. Соответственно, прибыли и потребности китайской экономики в сырье будут уменьшаться. И, соответственно, будет дешеветь и австралийский доллар. Я понял. То есть идея, связанная с короткой позицией в австралийском долларе, она исключительно базируется на ожидании нового витка кризиса. Абсолютно. Когда схлопываться будет спрос на сырье, прежде всего из Китая. И это приведет к падению, сокращению, по крайней мере, производства в Австралии и падению австралийского доллара. В этом случае можно ли говорить, смотри, если все это, как бы, скомпоновать, да, вместе связать. В этом случае, помимо того, что, значит, мы наблюдаем сокращение спроса на сырье, да, мы классически говорим еще и о бегстве от риска, да, ухода от риска. То есть инвестор в этом случае будет искать некие валюты, активы и убежища. Но с другой стороны, я думаю, это тоже для тебя не открытие, да, что мы помимо, в качестве валюты убежища, мы на протяжении многих лет, многих десятилетий называли доллар-серд и японскую иену. Вот здесь нет некой раскорреляции, на твой взгляд, как точно. Я думаю, что в данный момент роль валют убежищ скорее выполняют скандинавские кроны, как наиболее стабильные. Дело в том, что это такие интересные, у этих государств сложилась интересная позиция. Они часть Европы, но они не в еврозоне. Поэтому у них намного, они пользуются всеми этими благами, но не тянут на себе долговое время. Смотри, ну ведь, если говорить, допустим, о Британии, ведь она тоже часть Европы формально, да, но она тоже не член еврозоны, но как минимум у нее нет единой европейской валюты. Это да. Но, тем не менее, по нашим оценкам, именно скандинавские кроны в данный момент перетягивают на себя функцию валют убежищ. И в том числе мы это видим по увеличению массы депозитов. А, именно вот? Да, именно в этих странах. Я понял. Ну, тем не менее, доллар США, да, как традиционные валюты убежища, инструмент бег с ватриска, он-то своих функций, наверное, не утратит, я так думаю, ну, учитывая его глобальное значение в мире. Ну, да, я думаю, что если делать ставку между долларом и евро, то я, пожалуй, на стороне доллара. И причина здесь тоже, она довольно практична, это то, что все-таки американская экономическая политика, она более, что ли, цельная, и судя по результатам, она более продуманная и более эффективная. Допустим, до мер экономии, fiscal authority, Как это по-русски, да? Да, как это по-русски. Игорь пытается перевести. До мер фискальной экономии они дошли после того, как дали хозяйством более-менее уменьшить долговое время. Домохозяйством. Домохозяйством. Частному сектору. Да, уменьшить долговое время и более-менее встать на ноги. В Европе этот момент немного упустили, и из-за этого сейчас страдают. Я понял. Хорошо, мы продолжим этот интересный разговор. Сейчас время послушать новости в исполнении Насти Юрьевой, а потом вновь сухой остаток. Итак, друзья мои, продолжаем. В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня по-прежнему зовут Олег Дмитриев. А в гостях у меня Игорь Доброван, руководитель Саксобанк в России. И мы инвестиционные возможности на мировых финансовых площадках сегодня обсуждаем. Я буквально два слова отвлеку вас сейчас на два слова, потому что открылись американские площадки. Индекдот Джонса теряет в моменте 0,02%. Открылся он с небольшим гэпчиком вниз. С S&P 500 также выглядит слабовато, но пока еще в пределах разумного, я думаю, что это реакция на открытие. Давайте продолжим. У нас есть вопросы. Один из них я сейчас озвучил за эфиром и озвучиваю в эфире. Вопрос непосредственно Игорю, как руководителю Саксобанка, как человеку, отвечающий за все в Саксобанке. Ну, в России как минимум. Громко сказано. Ну, ладно, ладно. Итак, вопрос от Олега. Как могут выжидать клиенты Саксобанка, если им предлагается делать пять сделок в месяц с февраля, иначе будут брать комиссию за бездействие? Я не совсем понял, честно говоря, все, о чем идет речь, но если позволишь, поправь меня. То есть есть некое время, когда клиент может не совершать операции, а если он превышает это время, за него дополнительные комиссии списывают. Правильно я понимаю? Да. Дело в том, что многие клиенты, они открывают счета и потом могут со временем, может, даже забыть об этом. Могут даже вывесить деньги и забыть об этом или не совершать какие-то операции там в течение нескольких... Вывести деньги это одно, а если человек открыл счет, завел деньги и забыл про него, это другое. Да. Человек открыл счет, завел деньги, сделал какие-то операции и забыл про него, и никаким образом вообще не возвращается. Саксабанк ввел комиссию за, скажем так... За бездействие. За неактивность. На самом-то деле пять операций в месяц это совершенно по любому инструменту, в том числе там CFD, что угодно. И по сути там, даже если этого не делать, то там комиссия, она будет составлять единицы или десятки долларов. То есть, по сути... Смешная комиссия, да? То есть, по сути, мы не говорим там о каком-то обдирательстве и о каких-то серьезных там процентах. Но тем не менее, мотивация-то в чем? Таким образом вы пытаетесь подстегнуть активность, да, торговлю, активность клиента. Или, по крайней мере, чтобы люди как-то более сознательно относились к тому, что у них открыт счет, и что... Либо вы торгуете, либо вы закроете счет. Совершенно верно. Нет, в этом мульке есть, конечно, и тем более, видите, как Игорь говорит, что цифра-то уж не космическая, да, скорее всего, поэтому... Ее функция, скорее, привлечь внимание к вашему счету. Да, да, совершенно верно. Извините, я отвлекся, потому что я читаю вопросы. Ну, давайте один из них. Сергей спрашивает, Игорь, в акции каких зарубежных и российских компаний лучше инвестировать на 1-3 года? На 1-3 года. Ну, на 3 года в нынешних условиях это, наверное, слишком рискованно. А если на 2013 год, то сектора я обозначил производство алюминия, сельское хозяйство, а акции конкретных компаний, это уже будет лучше войти, возможно, в нашу платформу, в Саксо Трейдер. У нас там есть очень удобный инструмент, стокскринер, который позволяет отфильтровать акции по отрасли, по размеру капитализации, по стране, по чему угодно. То есть, как это выглядит? Просто ты задаешь некие параметры поиска, да, и тебе... Просто как ползунки, если мы говорим о капитализации или о цене, о куче других показателей, это как фильтр, как ползунки, как маркет Яндекса, грубо говоря. Вы меняете параметры, и система выдает вам все акции, которые подходят под ваши параметры на всех биржах, к которым у нас есть доступ, у наших клиентов есть доступ. На сегодняшний день это, по-моему, 30 бирж. 30 мировых площадок. 30 мировых площадок. Здорово. Ну, поскольку уж мы непосредственно об услугах Саксо Банка в трейдинге заговорили, давай вот здесь еще есть пару вопросов. Значит, спрашивает Кузя, какие условия у банка по Форексу и расшифровывать, что его интересует, да? Минимальный размер депозита, спреды по главным, ну, четырем главным валютным парам и по золоту, ну, и вот гарантии сохранности депозита, есть ли какие-то, может быть, страхования депо и так далее. Минимальный размер депозита. В России мы открываем счета от 10 тысяч долларов. Минимум 10 тысяч долларов. Минимум 10 тысяч долларов. Это счет классик. Соответственно, спреды наши, ну, они в рынке, там, по основным парам это два пипса. Вот. Что касается сохранности средств, то вы открываете счет в датском банке. Саксо Банк это датский банк, обладающий полной банковской лицензией. И все счета всех клиентов, независимо от страны, гражданства, проживания или чего остального, они застрахованы на сумму до 100 тысяч евро. До 100 тысяч? До 100 тысяч евро. То есть, гарантия сохранности до 100 тысяч евро. Так, Игорь, еще вопрос. Но он такой, может быть, не тебе конкретно, но в любом случае, интересуется наш слушатель. Сегодня в нескольких брокернских конторах был, говорит он. Специалисты говорят о слухе ожидания предновогоднего ралли. Можно ли относиться к этому только как к слухам? Ну, и твое мнение, если ты его озвучишь, ты ждешь вообще вот за эти оставшиеся две, по сути, недели активного трейдинга. Какой-то ралли. Как показывает статистика прошедших лет, в 80% случаев мы это ралли имеем. И в данном году, и в этом году мы его тоже все ждем. Конечно, ситуация непростая. Я тоже хотел сказать, да, статистика статистика, но на чем расти-то? Просто, видимо, на психологии. На чем расти, непонятно. Но, с другой стороны, мы уже привыкли в последнее время расти просто на новостях, которые нам дают политики. Кто-то из них выйдет, что-то скажет, и мы растем. То есть, я думаю, что все же ралли будет, но не таким ярким, как он бывал. Ну, в любом случае, две недели, да, для того, чтобы полноценное ралли случилось, нужен срок-то гораздо более... Да, то есть, полноценного ралли не будет. Ну, тем не менее, отрасти с текущих мы еще сможем. Да. Так, хорошо. Теперь давай вернемся к нашему разговору. Очень меня интересует. Мы поговорили, охватили, да, макроэкономическую ситуацию в мире. Это здорово. Поговорили конкретно уже о неких инвестиционных моделях. Поговорили о рынке валютном и сырьевом. А теперь давай о российском рынке, потому что, как известно, все равно есть некая специфика. А поскольку ваши услуги, да, в том числе и на российском рынке, да, Саксабанк предоставляет услуги торговли на российском рынке? Ну, мы предлагаем инвестиционные услуги российским клиентам, но если говорить про российский рынок, то здесь инструментов не так много. Это АДР, российский голубой фишек, который торгуется в Лондоне, ну и российский рубль против доллара и евро. А где этот инструмент? Здесь на форте у нас? Не-не-не. Там? В Лондоне. В Лондоне тоже все, да? Там по ликвиднее все это выглядит? Ну, оно не то, что по ликвиднее. Во-первых, это торгуется не в рублях, то есть уходят валютные риски. А во-вторых, ну, это просто, скажем так, это ориентировано на западных инвесторов, скорее. А для российских клиентов им более интересны наши предложения по международным площадкам и по валютному рынку. По Форексу. По Форексу, то есть, ну, я все время, да, смотри, есть у нас, да, возможности предложить, ну, наверное, здесь, да, надо говорить о том, да, россиянин ли это или это житель Западной Европы, может быть, Америки. То есть всегда есть возможность предложить некий инструмент. Вот евро-доллар. Вот для меня сейчас, да, я могу евро-долларом торговать на межбанке, на Форексе, да, в небиржевом рынке. Я могу евро-долларом торговать у нас на Форце здесь, у нас есть фьючерсы на этот инструмент, да, и сейчас Московская биржа, вот недалее, как несколько дней назад у нас был представитель Московской биржи, говорит, мы сейчас частному инвестору дадим выход вообще на межбанк, пардон, на валютную секцию ММВБ. Непосредственно там, где только банки торговались, мы вам дадим туда. И там будет евро-доллар. И вот я сижу и думаю, раз, два, три, один и тот же инструмент, раз, два, три, значит, у меня площадка, какую из них выбрать, на каком основании? Ключевым, что здесь может быть? Ну, пойдемте по порядку. Первое, это ликвидность. Ликвидность международного валютного рынка и ликвидность нашей российской Московской биржи при всем уважении. Да. Это вещи несопоставимые. Несопоставимые. Совершенно верно. Второе, это количество инструментов. В Саксабанке 160 валютных пар. 160? 160. Ой, боже мой. Я даже боюсь представить, а где же вы набрали таких пар, то вы сами там каким-то образом их компонуете? Ну, там ведь много кроссов. Ну, то есть там, видимо, есть экзотика, да? Там чего только нет. И кроссы в экзотике. Да, да. Добавно. Вот. Да, это нужно не всем, но есть клиенты, которых именно это и привлекает. Дальше... Потом опять есть спрос, правильно? Есть спрос. Есть предложение. Есть спрос, есть предложение. Или в облигации, или в фонды, или в товарно-серевые фьючерсы. И это все с одного счета. Через одну платформу, с одного счета. Один счет, одна платформа. То есть, просто это удобно и все. Удобно. Да, это вот, как ты говоришь, нужно там, да, выбрать количество инструментов, попадающих под какой-то критерий. Да, что надо сделать? Надо просто на поисковичке ввести этот критерий, нажать на ОК, и вот они готовы. Это удобно. И это во многом, да. Я скажу проще. Если уж провести ту же аналогию с Яндексом, или вы будете пользоваться системой поиска и отбора товаров одного конкретного интернет-магазина, или будете использовать ту же систему Яндекс. И там у этих магазинов будет туча, да, да, согласен. То есть, здесь просто удобство, и ведь возможности могут возникать, может быть, сегодня какая-то интересная возможность, ну вот, та же идея, встать против йены. Или, допустим, завтра будет идея купить S&P, а послезавтра будет идея продать Apple. А еще на следующей неделе возникнет идея купить нефть, или газ, или кукурузу, да что угодно. И что же теперь, переводить деньги с одного счета на другой? Открывать каждый раз новый счет, заводить, значит, деньги, торговую платформу новую. Именно поэтому мы и стремились создать эдакий онлайн-супермаркет, где у вас есть под руками все. Это здорово, это здорово. Продолжая этот разговор, есть вот такой у нас еще акцент, давай сделаем такой акцент. Саксабанк, несмотря на то, что мы говорим сейчас о его присутствии в России, все-таки Саксабанк это иностранный банк, во-первых, да, это не резидент Российской Федерации, это международный брокер, как принято называть. Так и есть. Вот в чем преимущество международного брокера для меня, как для гражданина Российской Федерации? Чем он меня привлечет, а не мой какой-то родной? Ну, чем привлечет? Ну, во-первых, тем, что не все финансовые продукты вам могут предложить наши российские брокеры, отчасти потому, что наше законодательство еще не полностью покрывает все продукты. Какие-то продукты, они просто отсутствуют в нашем правовом поле. Это первое. Второе, как следствие этого, те продукты, которые не выпадают в правовое поле, сделки по ним не подлежат судебной защите. То есть здесь возникают некие неруиночные риски сразу, да? Здесь возникают, да, соответственно, риски, которыми вы вряд ли сможете управлять. Дальше что еще? Ну, а так, чтобы какие-то еще преимущества. Ну, и вопрос регулирования. Нас регулирует датский ФСА. Это датский регулятор, который регулирует все остальные компании. Соответственно, если у вас что-то не так с Аксабанком, вам достаточно пойти на их сайт, заполнить жалобу, и на следующий день к нам придет проверка. Вау. Зря ты сейчас об этом сказал в эфире. Почему? Наоборот. Может быть, у многих сейчас возникло желание, да, каким-то образом. Я надеюсь, что нет, и на самом-то деле я знаю, что нет. По той простой причине, что да, мы иногда видим какие-то негативные отзывы в интернете, но при этом больше половины наших клиентов приходят к нам по совету своих знакомых. Ну, это важно, это важно. Тем более в любом бизнесе, и даже в нашем, да, с Рафановым радио работает. Сейчас слушаем обычное радио и новости на Финам.ФМ, а потом продолжим. Итак, продолжаем наш эфир на Финам.ФМ «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня обсуждаем инвестиционные возможности на мировых, подчеркиваю, на мировых финансовых рынках. В гостях у меня сегодня руководитель Саксо-банка в России Игорь Доброван. Ну, и мы начали уже, да, активно отвечать на вопросы. В частности, один из них звучит вот так. И вполне оправдан, на мой взгляд, потому что все-таки мы в то же время обращаемся и к частному инвестору, да, такое понятие, как розница сейчас вот на рынке существует. И вопрос от, ну, это неразборчиво обычно, как вы себя называете, я все время удивляюсь. Ну, ладно, наш слушатель, непонятно, как его назвать. А задаю такой вопрос. Филиалов по России, я так понял, у банка нет. Я бы сказал, что филиалов в России у банка вообще нет. В Москве мы существуем в рамках представительств. Соответственно, представительство, оно выполняет представительские функции. Опять же, мы счета не открываем, клиентов не обслуживаем. Открытие и обслуживание счетов — это Дания, Копенгаген. Игорь, так что же, я решил стать клиентом Саксо-банка. И что, мне надо в Данию лететь, в Копенгаген? Нет, нет, нет. Вот для этого есть представительство. Мы вас встретим, приветим, да, расскажем, покажем. Но счет вы будете открывать непосредственно в Копенгагене. И обслуживать у вас будет тоже команда специалистов непосредственно в Копенгагене. Соответственно... Это удаленно получается, да, по интернету? А мы и есть, мы и есть онлайн финансовый супермаркет. Онлайн. Соответственно, офисы, присутствие в офисе, как таковое, оно вообще-то и не необходимо. Что касается России в целом... В Москве я пришел к тебе в представительство. А если я живу в Иркутске, если я живу в Вологде... Что касается России в целом, мы общаемся с нашими потенциальными клиентами в разных регионах. И когда видим интерес в каком-то конкретном регионе, мы просто туда выезжаем для проведения частных встреч. Тем более, что... Подожди, интерес интересу рознь. Вот у меня поступил интерес, да, я там знакомый у меня коллега, говорит, я бы вот тоже открыл бы счет Саксо-банки. Но он один. Ты же не пойдешь ради одного куда-то, я не знаю, во Владивосток. Ну... Сколько надо набрать народу, чтобы можно было этот визит, так сказать, оправдать? Во-первых, если хороший клиент, если серьезный интерес, то можно и к одному съездить. Ну, имеется в виду, если приличный депозит он собирается открыть. А во-вторых, на самом-то деле, большую часть вопросов можно решить по телефону. Есть телефон, есть сайт, где есть вся информация. То есть по большому счету, знаете, вот эта вот необходимость для личного общения, она не существует, потому что даже если я далеко, я позвонил, мне сказали, зайдите на сайт, нажмите вот эту кнопочку, вот эту и вот эту. Именно так все и происходит. Личная встреча, она чаще нужна, ну, если человеку очень трудно понять, там, какую кнопочку нажимать, или он хочет зайти посмотреть офис, он хочет поднакомиться с вами лично. Кофейку попить. Да, кофейку попить. Но в целом абсолютной необходимости в этом нет, потому что и сам род услуг, и сам род продукта, и сама система работы, она построена так, что личное присутствие не является необходимым. У нас есть звонок, давай послушаем. Это Владимир. Владимир, добрый вечер, вы в эфире говорите. Да, добрый вечер, Владимир, Москва. Во-первых, первое, хотел сказать, что почему Саксобанк еще, да, я не знаю, как остальные площадки сейчас, да, но когда года три назад открывал там счет, единственная, наверное, площадка, где цену давали без вопросов, что нет такой цены, будете принимать новую, когда на каких-то новостях свечка летит куда-нибудь вверх-вниз, это вот, то есть на любом уровне, в принципе, цена тебе давалась. Ну, то есть про скальзывание нет, об этом речь идет, да? Да, потому что, да, и закрыть позицию невозможно, если на новостной пошел, тебе надо закрыть, тебя убыток лепит. Ты можешь уехать с ним, ты не без с этим убытком. Ну, понятно, что кто сам ставит. Владимир, давайте короче, у нас времени мало, к сожалению. Да, и вопрос такой, вот сейчас Аксобанк, деньгами, которые мы заводим, он сам на них что-нибудь делает, или все-таки он только брокерское? Спасибо, Владимир. Это принципиальный момент, и, значит, мы полностью хеджируем наш риск... На межбанке. Да, по открытым позициям клиентов, но сами самостоятельно никакой позиции не держим. И это очень четко видно в наших годовых отчетах. Это важно. О том, что 100% нашей прибыли – это комиссии. Это комиссии. Это торговая комиссия. То есть вы наценный брокер. Мы 100%, да, мы брокер. Это важно. Мы брокер, точка. Я понял. Так, уважаемые слушатели, вы будете, ну, удивлены, я уж не знаю, приятно-неприятно, но я буду закругляться, и еще раз представлю с удовольствием моего гостя. Это Игорь Доброван, руководитель Аксобанка в России. А сейчас, пока еще до новостей у нас есть время, тем не менее, это время, я надеюсь, вы проведете с пользой, потому что сейчас в рамках программы, так, сейчас меня поправят, я понял. Все, 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 вопросов нет больше. Вопросов больше нет, продолжаем наш эфир. У нас есть вопрос, у нас есть вопрос от Галины. Сейчас я его, сейчас я его прочту. Я понял уже, понял, понял. Сейчас я его прочту, сейчас, секунду. Итак, вопрос от Галины. Ну, я боюсь, к сожалению, да, Игорь не сможет на ваш вопрос ответить. Все-таки он специалист в зарубежных торговых площадках, и по ТГК вряд ли, да, мы сможем что-то прокомментировать. Поэтому давайте вернемся все-таки непосредственно на мировые рынки. И еще раз, может быть, вот, учитывая, что времени не так много осталось, еще раз мы, так сказать, скомпонуем, да, в чем прелесть иностранного брокера. Какие возможности у есть иностранного брокера, в частности у Саксо Банка, для частного трейдинга? Ну, самое главное, опять же, это доступ на мировые рынки, это доступ на 30 бирж по всему миру. Одна из последних бирж, доступ на которую мы открыли, это была польская биржа. До этого мы открыли доступ на афинскую биржу, что я думаю... Ну, вот, кстати, да, польская биржа, финская биржа... Афинская, афинская. А, финская биржа, афинская биржа, причем, я думаю, что очень скоро это будет актуально, когда, наконец, там все разродится. Ну, да. Вот, что касается российской биржи, здесь мы на эту тему работаем, и, в принципе, может быть такое, что мы будем предлагать CFD и на российские индексы, и акции, поскольку видим, что действительно спрос есть. Причем спрос не только со стороны российских клиентов, но и спрос со стороны иностранных клиентов. То есть иностранцы все-таки смотрят, да, с интересом на Россию? Иностранцы смотрят, да. Для иностранцев мы некий рынок, у которого очень высокая бета. Потенциал. Да, очень, скажем так, интерес к России очень высок в той ситуации, когда они готовы взять на себя дополнительный риск. Вот, то есть, если на остальных рынках все более-менее ровно и спокойно, тогда иностранные деньги будут идти в Россию для того, чтобы найти дополнительный доход за приемлемый уровень риска. Уровень риска. Вот. Дальше. Ну вот из названных тобою 30, да, площадок по всему миру, на твой взгляд, какие наиболее популярные, ну, для клиентов, ну, неважно, российских или зарубежных? Ну, конечно, Соединенные Штаты. То есть, Найс, да, прежде всего? Да, Найс, прежде всего, Найс. Это самое популярное. Ну, опять же, потому что там создана отличнейшая инфраструктура, прозрачность рынка, прозрачность отчетности. Там очень просто найти ту информацию, которая тебе нужна. Ну, и опять же, огромная капитализация. Огромная капитализация, высокая ликвидность. Ну, то есть, все то, что ищет, собственно, инвестор, частный спекулянт, да, в погоне за ликвидностью. Ну, и Форекс, наверное, да, в какой-то степени? Все то, что ищет, да. Форекс тоже. Если говорить про китайский рынок, то, допустим, здесь инвесторы более осторожны, поскольку очень трудно сделать правильный выбор. Очень много... Несмотря все-таки на внушительную капитализацию китайского рынка, да? Очень много мошенничеств с отчетностью. И в том числе это вредит и нормальным компаниям, тем, которые ведут честную игру. Поэтому даже есть специализированные организации, допустим, Madi Waters, не знаю, слышал ты или нет, которые пытаются каким-то образом отсортировать там мухи от котлет и внести какую-то ясность. Хотя это не всегда, да, не всегда получается. Ну что ж, еще раз. Дубль два. Я буду заканчивать наш эфир. Напомню, в гостях Игорь Доброван, руководитель Саксо-банка в России. Мы сегодня обсуждали инвестиционные возможности на мировых финансовых рынках. А в оставшееся время я с удовольствием анонсирую моего коллегу, который теперь каждый день будет выходить вот в конце нашего сухого остатка. Итак, в эфире 5 минут Сергея Маслоняна. Всего хорошего, успехов на рынке, до свидания.